Организовали себе стоянку с табличками «Бомбилы». Нелегальный таксист на перевод. Я читаю все дословно. Открыто, непринужденно и в дружеской обстановке прошла вторая, ставшая уже традиционной, встреча-семинар главы Ленинского района Олега Хромова с жителями муниципалитета. Я просто хотел бы, чтобы меньше политики, а больше дела было. Тема встречи – дороги и инженерная инфраструктура. Второе волновало людей значительно меньше. Дороги – вот наболевший вопрос всех поселений муниципалитета. Здесь и состояние полотна, и качество уборки в зимний период, и, конечно, количество. Мы не должны давать пустых обещаний. Самое главное, мы не должны говорить, мы проработаем то, чего проработать невозможно. Например, там расширить туннель под, соответственно, полотном железной дороги между старой частью Видного и Расторгуевской частью Видного. То есть есть некоторые вещи, которые могут быть высказаны в качестве пожеланий, но они не решаемы в той или иной перспективе. Но все же у некоторых участников мероприятия были вопросы важнее дорог. По крайней мере, для них. В поселке Новодражино сложилась неблагоприятная обстановка с управляющей компанией. Она не справлялась со своими обязанностями, и жильцы всеобщим голосованием выбрали другую управляющую компанию – Булатникова. И все бы ничего, но прежнее всячески препятствует полноценной работе нынешней. Решение проблемы оказалось под властной главе. Мы уже знаем, что нас будет обслуживать новая грамотная компания. Размещаться она будет возле нас, нашим бабушкам, жителям. Не придется куда-то ехать. Все будет решаться здесь. И даже у новой компании она предоставила уже нам планы работы свои, о чем мы согласовывали с жителями. Так что мы считаем, что для наших жителей Новодражино встреча сегодня с Хоровым Олегом Владимировичем была просто судьбоносная. Еще долго участники встречи не хотели отпускать главу. Несмотря на то, что Олег Владимирович ответил абсолютно на все поступившие во время мероприятия вопросы, люди все продолжали подходить. Ведь они хотят для себя лучшей жизни и чувствуют, что власть наконец-то стала открыта и готова решить их проблемы. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.